привет друзья ну вот посмотрите узнаете это калина красная вот сколько и здесь не сказать что много но вы знаете немножко можно бы и собрать я ее обычно в мед добавляю сейчас соберу я как вам уже говорила чем хороши английские леса что здесь вот эти ягоды и шиповник и калина и вот вам пожалуйста ежевика опять посмотрите и и не так много но она вот зреет а может быть много сейчас попробую собрать чем хорошо что никто не собирает англичане и ягоды не собирают вот поэтому я сейчас попробую это все собрать немного но получится наверное и мы с вами сейчас по лесу прогуляемся я вам покажу еще боярышник здесь его тоже очень много он сердце укрепляет вы знаете и тоже буду собирать это я вас привезла в другой лес вот в основном здесь ягоды конечно но он такой знаете более красивый более чистый ухоженный так скажем более цивильный и вот сейчас мы с вами пройдемся посмотрим ну я в основном конечно за ягодами сюда приехала если может быть грибы увижу то вам тоже покажу вот посмотрите опять калина вот я говорю что леса все разные вот в этот лес мы приезжаем именно ягоды собирать в тот лес который первый я вам показывала там в основном грибы но грибов в этом году что-то никак нет хотя лес здесь также очень красивый видите такой старый лес огромные деревья огромные ну вот он цивильный я даже кстати не учусь ни на чем на своих не на своих не на чужих ошибках не учусь и я даже вы по этому лесу знаю что здесь так нормально гулять я даже вообще видите сегодня шортах и сланцах потому что жарко у нас у нас сегодня 27 опять ну вот прогуляюсь по лесу а что вот продолжение моей истории по поводу наших отношений с мартиным которого я как ни странно забыть все не могу друзья вы не поверите да я сама не верю что вот так у нас это все длится и продолжается несмотря ни на что был перерыв довольно долгий я решила что уже я закончу с ним свои отношения ну вот получилось так что он мне их закончить не дал а потому что он мне очень нравится то я как бы найти как это пушкин когда-то говорил ах обмануть меня нетрудно я сам обманываться рад вот и у нас получилось так что он мне позвонил посмотрите какая высоченная сосна просто корабельная он мне позвонил опять спросил как я что я что вот он хочет встретиться опять вы знаете как сказать снова мы встретились и снова возобновились наши отношения скажем так вот вот это вот опять по поводу английских мужчин вы знаете тоже у меня тут спрашивали как понять английских мужчин вот они то значит вот как то какой то проявляет интерес а потом вдруг резко исчезают но вот они как то вы знаете исчезает то исчезает но они исчезают не не навсегда скажем так у них какие то такие тоже абсолютно другие мысли абсолютно другие отношения наверное они строят потому что им нужно годами к человеку привыкать вот не так как у нас и если уже какие то завязались отношения то он как говорится все равно никуда не денется вот пройдет какое то время он все равно объявится он все равно вам позвонит и если уже там вы желаете продолжать или не желаете а он вам предложит продолжение отношений посмотреть что получится там френдли или бойфренд или просто френд друзья вот у них это все друзья как то по другому ну а с мартиным почему я возобновила отношения во первых как я сказала что он мне позвонил сам во вторых то что я решила после того как мы расстались клин клином вышибить как говорится и я нашла другого человека он ко мне приезжал он живет в лондоне вот я показывала вам я говорила что вот это вот его он снимал отель в сандауне он показывала маленький дешевый бет энд брекфаст это вот он как раз ко мне приезжал там вот гей парад был я бежала его встречать на фэре я ему показала остров наш возила его везде он после лондона такой замороченный конечно был восхищен и вплоть чуть ли не до того что переезжать сюда собрался вот ну вы знаете вот очень даже тоже нормальный приличный мужчина моложе меня ему 54 года вот почти на 10 лет разница но тем не менее вот я ему сказала что тебя не пугает возраст он сказал что нет 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 главное чтобы человек был хороший ну это у них всегда такое и то есть вот я мы с ним как бы провели два дня целый день субботу целый день воскресенья потом вечером я его проводила на паром он уехал и и как-то что-то я подумала у нас отношения в ватсапе продолжаются каждый вечер он мне звонит пишет но у меня интереса к нему друзья нет вот как ни странно когда мне позвонил Мартин я очень обрадовалась скажем так и вот не получилось у меня вышибить клином что этот человек мне меня не зацепил а вот Мартин зацепил вы видите да друзья какой красивый лес огромные мачтовые сосны стоят и вот такая красота и казалось бы чего бы тут грибам не расти но вот не растут грибы здесь почему-то странно это ну вот так что вот друзья то немножко что я вам рассказала опять о своей личной жизни пожалуйста вы знаете что все таки задавайте вопросы что вам больше нравится чтоб я вам рассказывала свои истории или показывала какие-то красоты на нашем острове я стараюсь совместить но я не знаю что вы предпочитаете а пока увидимся пока-пока